Добрый день! Меня зовут Сергей Бостриков и я рад приветствовать вас на втором уроке видеокурса по разработке приложений для битрикс24. Сегодня мы продолжим погружение в разработку приложений первого типа и я покажу, как использовать RESTAPE на JavaScript. Мы поучимся обработке табличных или списочных данных, а также рассмотрим пример установочного скрипта для нашего усложняющегося приложения. А пока я все это говорю, на слайде вы могли наблюдать подключение стандартной библиотеки, реализующей обертку вокруг RESTAPE на языке JavaScript. Библиотека значительно упрощает вызов RESTAPE в приложениях. Я покажу это на примере работы со списочными данными. Поскольку библиотека имеет доступ к интерфейсу портала, то она дает разработчикам приложений возможность вызова некоторых стандартных диалогов, что служит унификацией интерфейса. Кроме того, при помощи библиотеки вы сможете решать ряд специфических задач по управлению внешним видом своего приложения, несмотря на то, что само приложение все еще остается в рамках HiFrame. Помимо стандартной библиотеки, мы также можем использовать ссылки на внешние ресурсы. В частности, библиотеку jQuery в примере на слайде или CSS-файлы, как библиотека Bootstrap на том же слайде. Давайте расширим наш пример и научим его получению данных из портала Bittrex24. Во-первых, подключим библиотеку для вызова RESTAPE. Во-вторых, создадим и подключим файл для кода нашего приложения. В обработчике инициализации библиотеки мы уже можем обращаться к методам нашего приложения, которые будут взаимодействовать с Bittrex24. В частности, мы можем воспользоваться методом получения данных текущего пользователя. Давайте посмотрим на этот метод. Метод использует функцию callMethod стандартной JavaScript-обертки на RESTAPE. У этой функции в качестве параметров мы всегда указываем название метода RESTAPE, массив параметров для этого метода и callback функцию, которая получит результат выполнения вызываемого метода RESTAPE. В нашем случае мы вызываем метод userCurrent, который не нуждается в параметрах. А вот при получении результата мы выводим в нашем интерфейсе имя и фамилию текущего пользователя, используя содержимое объекта result. Контейнер для вывода результата мы подготовили в нашем HTML-файле, помимо подключения дополнительных внешних CSS-файлов и библиотек JavaScript. Подробно с текстом примера вы всегда можете ознакомиться самостоятельно. Теперь мы можем обновить приложение в портале, загрузив туда новый архив. Для этого перейдем в наш портал, нажмем на пункт меню «Мои приложения» и откроем форму редактирования нашего приложения «Рейтинг». Не забудем отметить права приложения на доступ к пользователям портала и загрузим архив с новой версией при помощи все той же известной нам кнопки. После сохранения мы можем нажать на пункт «Рейтинг» в меню портала, и тогда мы увидим, что наше приложение уже научилось общаться с порталом.